Собственно, о трендах, которые сегодня как на российском, так и на мировом рынке, потому что сейчас аудитная достаточно штука, когда на российском рынке возникают новые продукты, десятки продуктов в том же сегменте видеоконференций, что-то не каждую неделю или каждое месяц кто-то что-то новое произносит, вот смотрите, что происходит в мире. Во-первых, спасибо ковиду, спасибо всем тем безумно уменьшенным инвестициям, которые были влиты в тему коммуникации и видеоконференций, в первую очередь с тех пор. Значит, в мире видеоконференции становятся коммодити. То есть у каждого продукта, вообще каждого, у каждой платформы они появляются, вот свежая новость про твита, буквально там, когда 3 дня назад, значит, они объявили, что они внедряют у себя тоже. То есть Twitter Zoom становится постепенным. Это они вот в эксперименовательстве не только у нас X, списываются нас, товарищи, вот. Значит, видеоконференции есть в Телегране, в Фейсбуке, в Гугле, везде, 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 везде. То есть все их в себя добавляют, и, ну, там что-то твиттер, твиттер, какие там конференции, тем не менее. Вот, а с другой стороны происходит интересная штука, что сервисы, которые были узко специализированы, вот хороший пример, там многие знают название BlueJeans, оно тоже было очень популярно во время ковида, в том числе эта, компания с 15-летней историей, ее в свое время купил Verizon, вот ее закрывают. То есть она не выдерживает конкуренции, потому что она предлагает только исключительно ВКС, да, хороших, но этого мало. И вот, пожалуйста, вот эти сервисы там уже шотдаунятся, значит, ну, по нашим представлениям, этот тренд рано или поздно придет в Россию, как раз платформенные игроки останутся, а нишевые будут вынуждены, соответственно, ну, или продаваться, или, там, как-то, сливаться с кем-то, вот, или закрываться. И вот еще один хороший пример, вот тоже мало кто знает, как мы, сколько я об этом рассказываю, я, собственно, недавно это обнаружил, но вот Zoom, вот Zoom, казалось бы, главный бенефициар ковида, пандемии, локдаунов, всего вот этого, там, ну, не знаю, компанию, которая больше ассоциируется с ковидом, придумать невозможно. Так вот, пожалуйста, Zoom сейчас, вот прошел после пандемии два года, ну, после, там, окончания всех локдаунов по миру, Zoom на бирже стоит сейчас дешевле, чем до ковида. Факт достаточно удивительный, очень мало кто знает, тут оба вреден, тем не менее, это так, может, Сэм посмотреть на график акций, это при том, что у нас ДАК с тех пор вырос в полтора раза, а Zoom стоит дешевле, то есть Zoom по сравнению с рынком потерял. Вот удивительная штука, но, ну, как бы, графики акций не врут. И, собственно, причина, там, мы долго думали, почему так это может быть, и причина, ну, непростая, потому что, потому что у Zoom ничего нового не появилось, кроме видеоконференции с тех пор. Да, 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 ВКС, да, хороший, но на фоне того, что конкуренция растет, на фоне того, что даже в Твиттере появляется такой же ВКС, как у Zoom, ну, а какая вот фундаментальная устойчивость у бизнеса Zoom? Ну, никакой. И поэтому они постепенно, ну, по крайней мере, по мнению рынка, по мнению инвесторов, они постепенно будут эту рыночную нишу свою терять, 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 ну, и, ну, пожалуйста, на них никто не ставит, они с ВКС, как и шевели в 10 раз, в 10. Тогда они были королями, сейчас уже нет. Хотя, потом хорошие, как у многих пользуются. Вот, но ничего нового не появилось, то есть они от прогресса просто отстали. Вот, собственно, в чем заключается прогресс? Значит, что рынку заказчикам нужно? То есть, что они покупают, что, собственно, дает вендорам коммуникационную вот эту самую фундаментальную долгосрочную устойчивость. Ну, ведет венференцию. Все понятно, потому что это сегодня действительно коммуникационный инструмент номер один. Просто Мастер должен. Второе — чат. Чат. Чат, кстати, дает ту самую устойчивость, потому что в чатах это... В чатах... Сложно применять чаты на другие чаты. То есть, ВКС — пожалуйста. Мы собираемся в одной комнате, собираемся в другой, это фейсы похожие. Вот, по большому счету, там, или приложение поставить, или ссылку в браузе, открыть разницу в... ЮАИ-клинице особо нет. А вот чаты заменить крайне-крайне сложно, потому что у них хисты. Во-первых, их живые, когда чаты наполнены, когда они живут, когда наполнены, каждый день, там, десятки, сотни, тысячи сообщений. Это живая жизнь. Это, знаете, как кровеносная система. Вот так она пульсирует, сердечко гоняет кровь, по-настоящему. Обычно так же пульсируют сообщения в чатах. Вот, второе — чаты сложно заменить одни на другие, ну, потому что, ну, а как? Вот, это же надо историю переписки миглировать. Это надо людей перезатасывать, ту же структуру чатов создавать. Так вот, в чем проблема зума, я снова вернусь к зуму. Проблема зума в том, что у него не появились чаты. Если бы в зуме появились чаты, или если бы зум в тот момент, а там был момент в 21-м году, когда продавалась компания Slack, многие, наверное, слышали. Это был самый хайповый хипсерский мессенджер для разработки и так далее. Вот, если бы они купили Slack, они бы стоили, может быть, даже дороже сейчас, чем они стоили. Но они не купили. И вот этот самый бездарно упущенный исторический шанс прибор был туда, куда они в кем не находятся. Дальше, бизнес-процессы. Ну, опять же, за чатами идут бизнес-процессы, за ВКСами идут бизнес-процессы. Чем больше бизнес-процессов оказывается в инструменте, тем, соответственно, тем он полезнее. И пользователям, тем он полезнее. Заказчикам, тем он полезнее. Компаниям, корпорациям, государствам и так далее. То есть это инструмент самой мгновенной коммуникации, которая вообще может быть. Ну и последняя мобильность, потому что мир стал мобильным. Мы работаем отовсюду. Сейчас мы здесь находимся. Многие тоже работают. Или переписываются по работе. Как мы это делаем? Ну, это делается смартфон-планшет. У Гарнера даже есть целый термин. Это тренд, потому что в третий год этот тренд ставят одним из главных десяток своих. Это называют anywhere operations. То есть работа отовсюду, где вы находились. Никакого девайса в руках не держать. Вы можете работать всю работу. Так, к России перейдем. Значит, у нас-то струя немножко ситуация. Ну, собственно, там продукты угасают. У нас продукты, наоборот, растут. Но, значит, качество продуктов, вот, опять же, по нашему опыту, из нашего примера, значит, все те компании, которые использовали Skype for Business, Microsoft, то есть десятилетней давности продуктов, премии, и сейчас переходят на российский аналог, например, на экспресс, вот все они недовольны. У нас нет ни одного недовольного клиента, который был бы перескочил у нас из Skype for Business. Обратная ситуация. Все те, кто до ненавних пор, или до прошлого года, или даже до этого года использовал Microsoft Teams, они недовольны всем. Причем, неважно, выбирают они экспресс, выбирают они другое какое-то решение на замену. Пока что мы не догнали. Давайте честно, там шарфы закидывать не будем. Не догнали, догоняем, догоним. По одной простой причине, слишком сильно давят на качество. То есть, ну, по анальному мне, соответственно, с совещанием хочется уезжать с улыбкой, а не с вот таким вот кислым лицом, когда у меня клиент, у пользователей болит, и где же, наконец, когда же будет эта, та или иная фича, которая в том самом Microsoft Teams была, и к которой пользователи привыкли. Тоже нам совсем немного осталось, дополнительно, какие-то щипы на месте, если мы на экспресс говорим. Вот. И мы, соответственно, до Teams дотянемся. Но пока что вот так. Вот. Общие тренды рынка, значит, ну они не изменились, мы по сравнению с полугодом, годом назад. Это мы прошлый анализ проводили. То есть, движение в мобильности, оно идет, оно продолжается, и только замещение подневоли продолжается, Запад уходит, где-то уже ушел, где-то там неизбежно уйдет, и я уже не знаю, для компании, которые ставят на западное решение, какие-то такие стратегические ставки. То есть, все понимают, вот это дошло, за этот год оно дошло, наверное, даже абсолютно до всех, что, если делать какую-то страт, ставку, для компании, на технологию, на 10 лет вперед, на 15, такие платформенные вещи, вот, то надо будет просить. Ну, и суперапки тоже побеждают. Как мы сейчас протарили эту дорожку с суперапами, так она, собственно, идет дальше. Штука классная, штука интересная, штука, как оказывается, легкая, в реализации, достаточно легкая. Далеко не всегда обязательно писать специализированные апы, можно стандартными обойтись или коннекты, например. Ну, и про суперапы немножко тоже добавлю. Значит, ну, что внутри? Вся коммуникация в обязательном, то есть и почта, и ВКС, и мессенджеры, и телефонии должны быть в одном приложении на мобильном устройстве, на смартфоне, на планшете. Люди общаются. И общаться нужно, общаться нужно, где бы человек не находился, общаться нужно из одного единого инструмента. Ну, то есть эти четыре элемента должны суперапи быть обязательны. Обязательно. Лучше, если сразу, но, в принципе, там, вот обычно оно начинается с, ВКС и мессенджеры, дальше почта дотягивается, ну, и дальше, соответственно, интегрируется все это с корпоративной телефонией. Что еще? Это, на самом деле, мой любимый слайд из всех, которые мы когда-либо делали, то есть что будет собирать, помимо коммуникаций? Ну, вот, вот. Все. Вот абсолютно все, точно так же, как сейчас рабочие сервисы, в абсолютном большинстве своем доступны с, доступны с ноутбоков, например. Спасибо в том числе ковиду, что вытащил, соответственно, всю эту историю из корпоративных доступов. Вот все, что будет, все, что сегодня доступно на корпоративных ноутбоках, с установленными МДМ-акентами, под VPN-ом обязательными и так далее, и так далее, все вот это окажется в суперах. Все это окажется на мобильном устройстве, и, скорее всего, например, ни МДМ, ни VPN этому мобильному устройству будут не нужны, потому что, вот, мы, например, научились так защищать данные, что не нужно ни вне, ни вне. То есть, мы свои аппы из App Store защищаем их ровно, точно так же, и самые данные. Нам не нужно больше ничего для защиты. Вот. Что клиенты выбирают? Ну, вот они, собственно, самые популярные приложения, это личный кабинет сотрудника кадров, это портал корпоративный, это кабинет коммуникационных функций. Ну, а дальше поехали, это поддержка пользователей, ERP, API-чего мы сейчас пишем, чтобы руководители могли получать отчеты в любое время, где-то из любой точки. Агромный спектр. И это мы говорим только про офисный персонал, потому что есть, сейчас говорят, полевые сотрудники, у которых просто смартфон, это их рабочий инструмент. Вот человек идет там, вдоль другой обходчив, значит, видите, какая-то протечка, или что-то там случилось, он тут же ее фотографирует, тут же форму заполняет, тут же звонит, и тут же, соответственно, в конференцию его включают, говорят, пожалуйста, значит, включи камеру своего смартфона, поднеси поближе, дай нам, отсюда рассмотри. Поэтому огромное пространство именно в сторону смартапов, именно в сторону мобильности. Есть те, кто чуть-чуть обережает в этом плане, например, наш любимый Росанов, который вместе с нами этот путь, собственно, проходил с самого первого дня, уже там 4 года. Есть те, кто немножечко запаздывает, но по большому счету, во-первых, в суперапке окажутся все сервисы, во-вторых, в суперапке окажутся на всех мобильных устройствах, всех сотрудников компании-корпорации. Ну и, собственно, минутка осталась, я чуть про нас, про наш прогресс за полгода с прошлого выступления, вот с Майского моего, на эту же темную. Что мы добились, что мы сделали, что еще мы сделали, помимо того, что мы делали. Мы сделали полное, достойное шифрование канала передачи данных. Мы имплантировали в себе сертифицированные библиотеки, теперь мы защищаем данные по классу СКЗ и КСФ. для передачи без данных, коммерческой тайны и так далее, для всего того, до чего в определенных регуляторных документах требуется гостовое шифрование или VPN, но VPN больше не нужен, потому что гост у нас есть, гост есть в экспрессе. И смартапы работают прекрасно. Дальше, второе, значит, когда первоначально мы шли в тему смартапов, мы думали, что это будут отдельные приложения для информационных систем, то есть есть отдельная десктопная, стоящая где-то, и вот нужно еще написать мобилочку и имплантировать ее в экспрессе. Оказалось, нет. Оказалось, можно обеспечить работу в режиме, так сказать, защищенного внешнего правоса. То есть не нужно писать аппу, нужно всего лишь настроить коннектор. Это гораздо более простая работа, она значительно более дешевая, не разрабляет, это инженерная работа. Ну и один из примеров, который презентуем в скором времени. мы смогли сделать мобильный сад S&P. В одной из крупнейших металлургических компаний мы сделали мобильный сад, не вмешиваясь в сад вообще. Вот, пожалуйста, после этого ничего не страшно, потому что сад реально очень кривой в части фреймворка своих, после этого один сад, любые другие системы современные, просто вот как в чемпании. Ну и последнее, что, собственно, мы смогли превратить в смарт-арки приложения, которые были написаны ранее на флаттере реагнителе, это такие популярные мобильный сад, которые корпорации используют. То есть, если кто-то что-то уже начал двигать в мобильность, то мы можем объединить вот то, что было написано в общей платформе. То есть, не надо ни подпереписывать, ни команду, соответственно, дематерируют, которые это пишут. Кого бы тут продолжать это писать? Ну, собственно, я все. Если кому интересно посмотрите, как оно работает и все остальное у нас стоит, кофе наливают, приходите. Спасибо. Спасибо.